Здравствуйте! Меня зовут Ким Ан-Сан. Я окончил магистратуру на Катхедре русского языка и русской литературы в Университете Кореи в Республике Кореи. У меня есть один вопрос. В одном из своих выступлений Владимир Владимирович Путин упомянул о печениках и полуцах, которые держали Россию. После этого я часто встречал в истории о печенике и полуцах в интернете. Кто такие печеники и полуцах? Здравствуйте, уважаемые зрители! 8 апреля 2020 года в выступлении, посвященном эпидемии коронавируса, президент сказал «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем». Фраза о печенегах и половцах в выступлении президента является сокращенной цитатой из речи знаменитого русского адвоката Федора Плевака, в которой тот говорил о способности России противостоять угрозам и испытаниям. Кто же такие печенеги и половцы? Это тюркские кочевые народы, которые в X-XI веках населяли граничившие с Русью степи. Кочевники часто нападали на Русь, грабили и сжигали города, угоняли людей в рабство. Они даже несколько раз нападали на нашу древнюю столицу – Киев. Русские князья активно противостояли этой угрозе. Печенеги были окончательно разбиты князем Ярославом Мудрым, половцы поглощены золотой артой. Владимир Владимирович Путин использовал названия этих народов как олицетворение внешних сил, когда-то представлявших серьезную угрозу нашей стране, а теперь исчезнувших и превратившихся лишь в исторические факты, в то время как Россия продолжает жить и развиваться. Русский язык – великий, могучий и дающий мощные инструменты ораторского воздействия.